Всем привет! Мой сегодняшний обзор посвящен моей последней и очень долгожданной посылке Соли. Не отслеживалась посылка 71 день. Я заказывала листья лотоса и ягоды Годжи. Просто отдельно посмотреть, что это такое, от чего все с ума сходят. И то, что у нас в Атаке продается просроченное на года полтора, наверное. Все, вот такая посылка. Сейчас я ее при вас вскрою. Я уже открыла спор и продавец сначала предложил мне вернуть какую-то там одну десятую денег, потом сказал, что вообще ничего мне не вернет. Ну и после мне управления на Али сказала, что вот знаете, мы послали, может оно конечно не дойдет, но и даже если не дойдет, то фиг с вами. Типа ничего вы не получите, то бишь, если было раньше все до клиента, то теперь, хотя и раньше, когда было все до клиента, мой первый заказ, когда я делала чай и улон, мне вообще пришла одна коробочка неполная, вместо двух посылок, деньги мне вернули где-то одну десятую часть, причем за одну вторую заказа вообще какие-то копейки, чуть ли не 18 рублей, но я дико была разочарована. И, как я поняла, все-таки на Али все делается для продавцов и, извините, для обмала. Не буду все аницизурно выражаться. Так, вот тут у меня оно рвется. Пакет довольно трудно режущийся. Так, и что у нас тут выпал? Какой-то листочек, а это, в общем, вот это вот листья лопуса. Выглядят они несколько не свежие и несколько грубоватые. Я потом их все-таки взвешу на своих весах, посмотрю, сколько на самом деле грамм. Оброшлась мне вся эта хрена тенька в 300 с чем-то рублей, но около 400. И вот у нас тут пакетик ягод Годжи. С какой-то фигней мелкой. Не везде полные и, по-моему, даже тоже не особо первой свежести. Ягоды Годжи у меня попадали в чай Бабао. Он же 8 драгоценностей и 8 составляющих, где тростниковый сахар, черный, зеленый, либо пуэр в составе или улун. И чай одна, вторая. В общем, сахар тростниковый, чай сам по себе. Потом ягоды Годжи. Ягоды Годжи там выглядели намного аппетитнее, скажу я вам. Заваривать я их отдельно ради похудения не буду. Просто эксперимент, а ради посмотреть, как они сами по себе водились. Ну и что у нас внутри? Внутри у нас больше ничего. Хотя все писали, что там продавец что-то присылает в извинения за то, что оно шлется долго. Я даже не знаю, стоит ли ставить сейчас в отзыве там 5 звездочек, что вот все, оно быстро дошло. Насколько мне известно, там можно поставить 1 до 5 звездочек за быструю отправку. Отправлялось оно довольно долго. Обещалось оно дойти за 50 дней, дошло за 75. Трек не отслеживается. Но и Али на стороне не покупателя, а продавца. И вообще как-то я разочаровалась. На самом деле я давно уже там пользуюсь, как в роли покупателя. Теперь еще можно переводы делать, редактировать этих всех товаров. И баллы там какие-то куда-то идут. Вот у меня очень много раз такое накалывалось, что баллы мне кто-то там на какой-то праздник или просто так от продавца достаются, а потом при оформлении заказа эти баллы куда-то деваются. Ну и сами цены. Рост евро, рост доллара. Хотя в Китае они все равно получают именно у них курс их юаней, если я не путаю их монеты, равносильно доллару. И допустим, вот мы платим сейчас сколько, я не знаю сколько у нас сейчас доллар. Ну, допустим, грубо говоря, 70 рублей доллар. Да, вот 70 рублей мы отдаем за 1 доллар. Они все равно получают сколько-то там определенное количество юаней. Если бы Али и Китай перешел, допустим, рубли равно юаней, то, соответственно, они бы получали и была бы и выгода, и как-то так. Им бы было даже в плюсе. Ну, чужая голова потемки, да благословит их Аллах. В общем, вот такой вот у меня заказ. Не первой свежести и даже грубо порубленные листья лотоса. И тоже не очень в кондиции, с какими-то зернышками, непонятно чем. И, по-моему, даже грязноватые ягоды будут. Пошлось ее 75 дней. Если вам это было интересно, ну, то я рада. И до новых встреч. Пока.